Кабинет министров принял постановление о создании республиканской призывной комиссии. Начальник генерального штаба Василий Лунев сообщил, что с 1 апреля началось комплектование вооруженных сил республики в соответствии с указом президента. В соответствии с законом о воинской обязанности и службе должна быть создана республиканская призывная комиссия во главе с военным комиссаром. В состав комиссии входят представители Минобороны, МВД, Министерства просвещения, а также Минздрава. Первое заседание состоится 3 мая. Премьер-министр Александр Анкваб отметил важность призывной кампании и что все члены правительства должны оказать помощь в ее проведении. Кабинет министра внес изменения в постановление от 16 декабря 2021 года об установлении предельной численности работников Министерства иностранных дел и размера ассигнование на его содержание на 2022 год. В связи с необходимостью увеличения объема финансово-материального обеспечения деятельности министерства, направленной на реализацию внешнеполитических задач по представлению интересов республики Абхазия на международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, народное собрание, парламент Республики Абхазия выделил Министерству иностранных дел финансовые средства в размере 5 миллионов рублей. На данном этапе в результате происходящих глобальных изменений в международной политике международные женевские дискуссии временно приостановили свою деятельность на неопределенный срок. В связи с этим просим вас зарезервировать указанные средства за Министерством иностранных дел для решения других актуальных задач. Эти деньги, в данном случае 5 миллионов или 7 миллионов, они не только на обеспечение нашего участия в женевских поездках. Владимир Владимирович, окажите содействие МИДу в решении подобного рода вопроса. Можно это консультации провести, подсказать службам, соответствующим в МИДе, что и как. Затем Кабинет министров принял итоговый отчет о реализации межведомственной целевой программы на 2021 год развития демографии. Министр демографической политики и социального обеспечения Руслан Аджба сообщил, что бюджет программы составил 50 миллионов рублей. В 2021 году было выделено 42 миллиона. Демография шарта-тараза Агчинцара. Хауккас Ямубшкышкан из кемат ритара. Абсуа Таачара. Ах, па дуима, неусти Агчу и Рызы. Ацхарара. Агчу Данилак Амиштих, фумз Рюйнуцакала, Таача, Агчу Данилак Агчу и Рызы. Агчу Данилак Агчу и Рызы. Агчу Данилак Агчу. На заседании был представлен и отчёт о выполнении мероприятий государственной целевой программы «Жилище-2022», предусмотренных к реализации в 2021 году. За указанный период поступило 959 обращений, из которых 206 в 2019 году. Руслан Аджба также отметил, что за 2021 год было рассмотрено 83 заявления. 50 граждан получили статус участника программы на общую сумму 39 миллионов рублей. 32 человека получили отказ. Одно заявление находится на рассмотрении. Фактически бюджетные расходы на реализацию программы в 2021 году составили 27 миллионов 800 тысяч рублей. Из них 26 миллионов 800 тысяч рублей выдано 33 гражданам, получившим статус участника программы в 2021 году. 1 миллион рублей выделен одному гражданину, получившему статус участника программы ещё в 2019 году. Так как он до 2021 года не смог найти подходящее жильё, вот он нашёл в начале 2021 года, обратился к нам. И мы в 2021 году за счёт сумм, предусмотренных на 2021 год, за счёт этой суммы, мы выделили 1 миллион рублей этой семье. Они приобрели жильё в городе Чемчира. Те лица, которые 17 участников программы, которые не смогли в 2021 году найти подходящее жильё, они обращаются к нам по настоящее время, и мы продолжаем финансировать за счёт уже средств, предусмотренных на 2022 год. Максимально объективно. Просто до невозможности. Потому что есть жалобы. Поэтому не ленитесь сесть на служебную машину, поехать по адресу, посмотреть. Там есть отказы, что у того-то есть жильё. Оно может числиться юридически за кем-то, но это не жильё. Это строение, которое непригодно для проживания. Как с этим казусом быть? И с этим придётся, если нужно, внести изменения в положение. Далее к обминам был принят проект программы мероприятий на 2022-2024 годы по реализации соглашения между правительством Абхазии и администрацией Краснодарского края о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве. Программа предусматривает открытие культурно-делового центра Краснодарского края в Сухуме. Предложение об открытии центра внесено в МИД-республики. Также на заседании приняли ряд решений, касающихся развития отношений между Абхазией и Сирией. Проведение переговоров о подписании соглашения о сотрудничестве между Министерством культуры Республики Абхазия и Министерством культуры Сирийской Арабской Республики. Данное соглашение согласовано с Министерством иностранных дел, Министерством юстиции Республики Абхазия, Министерством финансов, Министерством экономики. На заседании Кабмина председатель ГТК ОТАР Хецея представил три проекта, постановления которые были приняты. Представление президенту Республики Абхазия, предложение о заключении соглашения между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой о сотрудничестве и за ее помощью в таможенных делах. Второе. Проведение переговоров о подписании протокола между Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия и ГТУ об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. И третий проект – это меморандум между Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия и ГТУ об обмене статистическими данными о взаимной торговле. Все эти проекты согласованы с Минюстом, Минфином, Минэком и Министерством иностранных дел. Правительство дало согласие на перевод земельного участка площадью 0,93 гектара в городе Гагра из категории в категорию одобрило предложение администрации Гулрыбшского района о переводе земельного участка площадью 6 соток в селе Бабышира из категории земли сельхозназначения в категорию земли населенных пунктов под строительство индивидуального жилища. Также даны согласия администрации Гулрыбшского района на предоставление в постоянное пользование земельных участков площадью по 6 соток индивидуальным предпринимателям Эдуарду Джинджоле и Эслинде Гуле под строительство гостиниц. Дано согласие администрации Гагрского района на предоставление в постоянное пользование земельного участка площадью 6 соток в поселке Цендрыбш индивидуальному предпринимателю Леону Аршба под строительство гостиницы. Субтитры создавал DimaTorzok